12 часов 4 минуты в Москве, бизнес-класс на Финам.фм, я Георгий Вербицкий. Как обычно, будем обсуждать, как сделать деньги, будем искать незанятые ниши, интересные идеи и откровенно говорить о различных бизнесах, разбирать их и смотреть, как они устроены изнутри, ну и, конечно же, обсуждать различные бизнес-новости. Тема сегодняшней программы – сервисы бронирования в интернете. Ну, собственно, у нас сегодня два гостя, которые могут поддержать разговор на эту тему. Во-первых, это Петр Кутис, основатель и CEO One2Trip.com. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. И Кирилл Махаринский, президент сервиса бронирования отелей Островок.ру. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Ну, соответственно, Петр представляет сервис One2Trip, который занимается бронированием, который помогает бронировать авиабилеты. И Кирилл, соответственно, помогает людям бронировать отели. То есть у нас, получается, и авиабилеты, и отели. Ну, коллеги, я предлагаю для начала обсудить такую замечательную новость, которая появилась сегодня о том, что YouTube может быть заблокирован в России из-за того, что, соответственно, может нарушить то видео скандальное, которое было выложено недавно. Там, насколько я понимаю, невинность мусульман, она называется, которая вызвала вот такой большой отклик по всему миру. И вот сейчас у нас в России из-за того, что у нас есть закон, который, собственно, запрещает экстремизм и так далее. Теперь закон называется защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Вот таким образом, соответственно, YouTube может быть запрещен. Вот такая появилась интересная новость. Как вы считаете, насколько велики шансы и чем нам это грозит? Ну, я, к сожалению, несколько не в контексте. Слышал только краем уха про эту ситуацию. Насколько я знаю, этот ролик выложен на английском языке. Не знаю тут, насколько дети могут пострадать при просмотре его. Ну, мне кажется, что либо сама компания должна заблокировать, там, согласно своей политике, либо, если блокируют весь ресурс, ну, конечно, это прецедент, серьезный прецедент. Ну, я так понимаю, что компания отказывается блокировать это глобально и допускает какие-то варианты, может быть, уже конкретно для каких-то стран. Кирилл, как вы думаете? Ну, я думаю, что тут общая проблема, как хорошо можно или как удачно можно фильтровать контент. А эта проблема присутствует не только в России и не только в этой индустрии, в этой теме еще там с музыкой, с другими видео и так далее. Поэтому можно посмотреть, на какие решения, возможно, принимать с других стран, какие были успешны, какие нет и так далее. Ну, я думаю, что до сих пор никто не решил эту проблему, как хорошо фильтровать тот контент, который, скорее всего, может как раз какой-то вред делать. Ну, сложно сказать, успешно или неуспешно. Я знаю, что вот последнее дело, о котором я слышал, это закрытие Pirate Bay, да, торрент-трекера. Вот, думаю, что вы тоже знакомы с этим, уж не знаю, насколько это… Ну, там глобальный контент. Да, там, может быть, не 1% или 0,1% контента, а там, ну, большинство уже. Другой вопрос, насколько правильно, что это нелегальный контент, но это уже другой разговор. Ну, что ж, возвращаемся к теме сервиса онлайн-бронирования. Ну, что, на мой взгляд, сервис бронирования является неким посредником, вот, тем, между тем, кто оказывает услугу, вот, поправьте меня, если не так, и ее получателям. То есть, основная цель – это сделать это настолько удобно для человека, что он, в общем-то, готов будет этим посредником воспользоваться, более того, он будет хотеть это сделать. И, соответственно, вот на этом, как бы, в середине вот этого вот процесса как раз и есть сервисы-посредники в онлайн-бронировании и отелей, и, соответственно, авиабилетов. В мире есть очень удачный пример, на мой взгляд, expedia.com, сервис, который предоставляет бронирование всего, чего только можно. Капитализация сейчас 7,5 миллиардов долларов, только, буквально, только что посмотрел. В общем, меня поразила, честно говоря, эта цифра, на мой взгляд. Ну, это из серии вот Facebook, который тоже ничего из себя не представляет, кроме данных на серверах, но, тем не менее, стоимость его была там, сколько на пике IPO, там, 100 миллиардов, да? Ну, я, на самом деле, обратил бы внимание на другого игрока в области бронирования, это price line, капитализация которого больше 20 миллиардов долларов. Поэтому, expedia тут такой игрок, второй, третий, скажем. Ну, хорошо, что меня поправили, потому что, ну, я… Price line – это группа компаний, в том числе она владеет booking.com, agoda и так далее. И active hotels, если не ошибаюсь. Ну, вот, expedia сильно растет, S&P 500 – это индекс широкого рынка, американского, 21% за год, expedia плюс 108%. Ну, пока будет проблема, скажем так, поставщиков, ну, вернее, количество поставщиков, пока оно будет большое, всегда будут существовать такие сервисы, которые будут помогать выбирать из всего многообразия тех или иных поставщиков для конкретного пользователя. То есть, например, авиакомпании, которые выполняют регулярные авиарейсы, зарегистрированные в ВИАТа, более 500, да, по всему миру. Мы не считаем, что у нас есть лоукостеры и так далее. Что говорить про отели, их там, ну, я не знаю, больше, там, может быть, Кирилл поправит, больше 300 тысяч, может, по всему миру, я не знаю. Знаешь, я был в Китае на прошлой неделе, там, в одном Китае только 300 тысяч отелей, на самом деле. Только процентов, только 20 из них подключены к какой-то онлайн-системе. Но общая тенденция в том, что чем больше фрагментированный рынок, и чем больше выбора, наверное, для пользователей легче идти к одному бренду, который он помнит, и которому он привык и доверяет. Да, и не всегда, и не всегда посредник, не всегда посредник и так плохо, потому что обычно существует мнение, что если существует посредник, то цена меняется. Это не так. Зачастую посредники зарабатывают на комиссии, которые получают от поставщика. То есть может быть продана одна и та же услуга, тот же перелет и отель, за те же деньги изначально, которые предоставляет эту услугу сам поставщик. А бывает и так, что тот самый сервис бронирования, который консолидирует в себе вот этих всех поставщиков изначальных, может продать и дешевле даже услугу, делясь комиссией с конечным покупателем. Во-первых, тут комиссия с точки зрения цены, но еще один момент в том, что большинство бронирования для отелей идут все-таки через этих посредних или сервис для бронирования. Поэтому те профессионалы и менеджеры, у которых задача обновлять цены каждый день, они это эффективнее делают на сайтах, как островок. Сейчас доберемся. И поэтому цена ниже. Сейчас заберемся до структуры цены, это отдельная очень интересная тема. Я вот думал, откуда же берутся те люди, которые пользуются сервисами бронирования в интернете. На самом деле, можно спросить наших слушателей, у нас есть телефон прямого эфира 495-6510-996, 6510-996, вы можете позвонить и либо задать вопрос, либо поделиться каким-то опытом своего бронирования услуг через подобные сервисы. Так вот, думал, откуда берутся люди, которые бронируют билеты на сайтах. И, собственно, мне кажется, что это люди, которые самостоятельно планируют какое-то путешествие, то есть не пользуются услугами турфирм, которым там надо прийти, говорить с менеджером, может быть, теоретически даже стоять в очереди, чтобы поговорить с менеджером. То есть вот такого рода публика. Ну, естественно, такого рода публика возникла из-за того, что повысилось благосостояние у людей, они стали иметь больше возможностей путешествовать, даже где-то, может быть, выучили язык, чтобы самостоятельно без турфирмы ориентироваться в чужой стране. Вот мне кажется, что вы такими сервисами поедаете немножко вот публику из турфирмы. Вот как вы считаете? Совершенно верно, только я бы назвал три категории людей, которые пользуются подобными сервисами. Это действительно самостоятельные путешественники, в том числе и бизнесмены, мы по бизнесу летаем, и по России, и международный перелет осуществляем. Это первая категория – самостоятельные путешественники, назовем их так. Вторая категория – это пользователи, это те, кто помогает перемещаться другим людям, допустим, секретари, ну и третья категория – это друзья, внуки, не знаю, сыновья, которые помогают своим родителям делать те самые покупки. Раньше вот эти сервисы, они были в основном на английском языке, я еще помню, пользовался Hotels.com, он, по-моему, даже не переведен был, а потом стали появляться вот уже русские аналоги, российские. Стало все проще и проще и проще. И вот здесь как раз вот эти три сегмента, про которые Петр говорил, можно разбить вот на два. Первый, который – это более, ну, люди, которые, наверное, уже долго бронируют авиабилеты и отели онлайн, и также привыкли покупать определенный товар в онлайне, и они более знакомы с брендами, как Expedia и Booking и так далее. А вторая часть, которая в России, на самом деле, намного больше, это те, которые только сейчас начинают это делать, и буквально за последние три-четыре года уже там набрали достаточно, ну, во-первых, дохода и доверия к онлайн-сервисам, чтобы это начать делать. Поэтому тут довольно, две довольно разные, два разных клиента, и что им нужно, там, какие сервисы по какой цене, там. Да, если раньше, там, четыре года назад были сложности, допустим, со скоростью соединения в интернете, да, и недоступность интернета зачастую, где и проблема с лояльностью и с доверием при оплате банковской карточкой в онлайн, теперь, как бы, вот эта преграда стирается потихонечку, люди более, стали больше доверять оплаты по картам, и интернет у нас практически сейчас, ну, зачастую, там, в городах миллионников, в любом кафе, так что это тоже помогает увеличивать, там, объемы продаж, нам в том числе и Кирилла. Растет число интернет-грамотных, растет число людей, которые сами что-то могут в интернете сделать, поэтому, соответственно, растет бизнес. Растет ведь, да? Да, совершенно верно. Сейчас еще один, еще один интересный факт в том, что сейчас на русском рынке больше 50% людей, которые бронируют авиабилеты и отели, они делают некий ресерч или, там, смотрят на цены, на фотографии, там, на маршруты в онлайне, но из-за этих 50% только, ровно 20% именно бронируют онлайн. Хорошо, Кирилл, продолжим после новостей, поговорим о финансовых, уже финансовых вещах. Итак, 17 часов 17 минут, продолжаем наше общение в прямом эфире с коллегами, которые занимаются бизнесом, который основан на онлайн-бронировании отелей и авиабилетов. У нас в студии Петр Кутис, основатель one2trip.com, сервис бронирования авиабилетов, и Кирилл Махаринский, президент сервиса бронирования отелей островок.ру. Очень приятные люди, молодые. Вот в чем мне нравится интернет-бизнес, как правило, основатели, в общем-то, вполне, что называется, еще имеют некий задор такой. Итак, обсуждаем, как можно сделать бизнес на сервисах онлайн-бронирования. Собственно, если у вас есть какие-то вопросы, или, может быть, вы хотите поделиться своим опытом, или просто рассказать нам, как часто вы бронируете билеты через интернет, по интернету, и с какими проблемами вы сталкиваетесь, и, может быть, что вы бы хотели, чтобы было бы сделано лучшее, вы можете позвонить по телефону 495, это код города, 6510996, то есть 6510996. Вот такой наш телефон. Либо вы можете написать на сайт, на сайт Финам.фм. Итак, сервисы бронирования. Ну, давайте вот просто для того, чтобы, что называется, люди заинтересовались, поговорим о финансах, поговорим о сути бизнеса. Сколько вы зарабатываете, сколько компания зарабатывает в день? Вот такой прямой вопрос, фирменный, можно сказать. Мы зарабатываем 30 долларов в минуту. 30 долларов в минуту, давайте умножать. Вот Петя будет про минуту, а я про год. Так, 30 на 60, у нас получается 1800 долларов в час, да? Знаете, в общем, чтобы вы не считали, у нас оборот примерно в день, в будний день больше миллиона евро, поэтому в пересчете на доллары, сколько у нас получается, миллион 200, миллион 300 долларов, да? Наш заработок это 4%. То есть умножать или скажете? Ну, пересчитать, это порядка 40 тысяч евро в день. 39-40. 40 тысяч евро в день, это прибыль до всяческих расходов? Это доходная часть. Это доходная часть. Ну, есть расходы, конечно, маркетинг, налоги, офис, зарплата. А когда вы запустились, Петя? Сейчас, сейчас, одну секунду, давайте сейчас останемся на этой теме. И в итоге, что остается за вычетом всего вот этого вот? Петя нам сейчас дорасскажет, интересная тема. Ну, скажем так, у нас примерно в прибыли остается примерно 600 тысяч долларов в месяц. Это вот на группу компаний One, Two, Three, да. Ага. То есть у нас сейчас несколько компаний. У нас центр в Лондоне, у нас есть, мы открыли представительство сейчас и в Азербайджане, на Украине. И сейчас в тестовом режиме, в тестовой эксплуатации у нас Германия, Австрия и Швейцария. Отлично. Это бронирование авиабилетов. Теперь переходим к бронированию отелей. Кирилл, чем похвастаетесь? Ну, я сейчас пару цифров расскажу. Ну, честно говоря, мы до сих пор не публично не раскрывали наши доходы или оборот. Скажите ориентировочно. Да, скажу. По простой причине, что мы чуть позже запустили, запустили чуть, примерно год назад. Но на самом деле начали развивать продукт примерно 9 месяцев назад. И несколько месяцев назад мы перешли за миллиард рублей в год с точки зрения обороты. Поэтому можно опять с коллегами посчитать. Нет, оборот нам не нужен. Вот сколько зарабатываете? Вот из этого у нас комиссия в районе 15% на отель. Значит, у нас на самом деле сейчас цель не как можно больше зарабатывать и как можно быстрее рост оборотов. На самом деле улучшать продукт. Потому что мы видим, что рынок есть. Наш рост сейчас сегодняшний каждый месяц устраивает. И для нас самое важное это улучшать продукт и сервис и подключать партнеров. У нас в ближайшее время будет несколько партнеров, которые могут эту цифру поменять очень быстро. 150 миллионов рублей в год, правильно? Это 15% от миллиарда. Это было несколько месяцев назад. Несколько месяцев назад. То есть у нас цифра от миллиарда рублей была несколько месяцев назад. Но это было 6 месяцев после запуска. Так, то есть получается в месяц у нас получается где-то около, грубо говоря, 10-11 миллионов рублей прибыль. Несколько месяцев назад, да. Несколько месяцев назад. Ну, понятно, понятно. Интересно, интересно. Что вообще в бизнесе является сейчас основным, как бы таким английским модным словом выражается, челлендж? Что сейчас заботит? На чем сейчас фокус? Ну, как Кирилл сказал, действительно на сервисе. Мы в мае месяце запустили в рамках Манту-3 по автоматическую систему учета и контроля возвратов и обменов авиабилетов. Потому что это основные постпродажные процессы, которые существуют после того, как человек приобрел билет. И когда сервис подает ежедневно 3500-3900 билетов в день и 5% обычно в среднем составляет обмены и продажи, можно посчитать, сколько нужно сажать операторов для того, чтобы это все обслуживать. Мы пошли немножко другим путем. Мы сделали автоматическую систему. Это было очень сложно и делали мы ее очень долго. Которая позволяет нам наращивать оборот, не нанимая дополнительного персонала. То есть наша задача максимально автоматизировать все. И вот в этом основной, кстати, челлендж, как вы это выразились. Значит, на примере других компаний, ну, можно почитать, на самом деле, тысячи людей, аналогичных компаний в Европе и десятки тысяч в Америке занимаются именно поддержкой постпродажных процессов. То есть, по сути, компания – это колл-центр большой такой, да? Операторы, колл-центр, да, совершенно верно. С отелями, так понимаю, немножко сложнее. Да, у нас челлендж похожий с точки зрения, по крайней мере, общения с клиентами. То есть у нас несколько тысяч звонков каждый день, которые приходят. И там процессы, которые нужно выстраивать. Опять клиент, русский клиент, он меняется, он очень быстро развивается. И нужно понимать, что им нужно. И изучать точно, где отели находятся, в каких городах, около каких достопримечательностей и так далее. Вот это у нас, мы постоянно над этим работаем. Ну и второе для нас, это у нас больше 50 человек, которые именно заключают договора с отелями. Партнерская такая, да? Партнерский отдел. Который подключает к системе. У нас более чем 500 отелей каждый месяц, которые подключаются к системе в данный момент. Опять, это челлендж, потому что у нас сотрудники, которые ведут переговоры с отелем в Карелии, ну и также в Москве, в Питере, в Владивостоке, ну и еще там в Азербайджане, на Украине и так далее. 50 людей, которые договариваются с отелями. А колл-центр? А колл-центр тоже в районе 50. Тоже в районе 50 бедра. А у вас? Сегодня как раз считали, 27 человек всего, это с учетом всех операторов, которые у нас есть, которые осуществляют ручные какие-либо действия, если система автоматически не рассчитала или не обменяла билет, которых операторов у нас всего 8, то есть получается 27 минус 19 человек, у нас разработка, пиар, маркетинг. 18, да? Сколько я почитал? 27 минус 9. Кажется, правильно. Меньше 20 человек, им именно занимается разработкой, развитием сервисов, развитием дополнительных услуг. И да, как-то так. Не так много. Ну что ж, не так много, действительно, наверное, автоматизация на уровне все-таки. Итак, у вас, дорогие радиослушатели, есть реальный шанс сейчас позвонить и задать вопрос, либо, может быть, если вы пользовались сервисом one-two-trip.com, либо островок.ru, высказать свою претензию или свой некий фидбэк, собственно, людям, которые эти сервисы сделали. Так что используйте момент. Сделать вы это можете, либо написав на сайт finam.fm, либо позвонив по телефону прямого эфира, код города 495, как обычно, и сам телефон звучит так, 6510996. Ждем ваши звонки. У меня вот такой вопрос. А не произошло ли некое перенасыщение рынка? Не произошло ли некое перенасыщение рынка, поскольку сервисов подобных, ну, реально, их много стало? Ну, я отвечу, наверное, своими данными по нашей компании. Мы растем примерно с мая месяца на 30-40% ежемесячно. Вышли, перешли предел в 4000 билетов в день продажи. И в июне месяце захватили лидерство на российском рынке по продаже авиабилетов, что подтверждается данными компании MyDT. Это некая компания, которая агрегирует данные по продаже во всех GDS-ах. Это глобальная система дистрибуции. И сейчас удерживаем это лидерство, но это не основная задача наша. Вернусь к вопросу. Потолок есть? Достигли мы его или нет? На данный момент в России продается от 10 до 15% всех авиабилетов в онлайне. То есть есть еще зазоры? Для примера, в Европе это 50%. Это именно касательно авиабилетов. В Америке это чуть более 80%. Я думаю, под 80%. Еще интересный статистик в Индии. На самом деле больше 80% всех денег, потраченных в интернете, это на тревел. Кирилл, сейчас до вас дойдем. У нас дозвонился к нам Николай. У него вопрос про конкуренцию. Сейчас попробуем поговорить с Николаем. Николай, здравствуйте. Добрый день. Хотел задать вопрос первый по конкуренции. Горщик, к сожалению, не услышал имя, который именно 1-2-3 билетами. Петр Кутис. Петр, добрый вечер. Хотел вас спросить. Смотрите, я уже давно билеты заказывал. Почему-то я ваш сервис пропустил, заказал в довольно крупном компании, которую сейчас я заметил, что очень многие бывшие сотовые операторы, ну точнее теперешние, занимаются продажей билетов. То есть как допуслуга. Это вы имеете в виду связной тревел? Да, да. Я связном заказал. Я просто сказал, что можно упоминать название. Заказал связном, к сожалению, ну очень огорчен, потому что, во-первых, время большое, во-вторых, у меня возник вопрос с оплатой. Пришлось ехать уже в пункт связного, в палаточку, и там оплачивать. То есть не получилось у меня оплатить через электроны почему-то. Он мою карточку не принял. Ну тут было... Да-да, продолжается. Я просто хотел вас узнать, вот вы опасаетесь конкуренции со стороны вот таких вот игроков, которые, в принципе, это не основной сегмент их деятельности, но я смотрю, что все постепенно выходят на этот рынок. Простите, как вас зовут? Николай. Николай. Ну и давайте я сразу отвечу. Связной тревел работает на базе One-Two-Trip. Поэтому это не конкуренция. Вопрос попал в точку. Да, мы друг другу помогаем. Мы обеспечиваем техническую поддержку и авиабилетами со всего мира, с представительством авиакомпании со всего мира. И что касательно проблемы с оплатой, я могу предположить, что вы оплачивали карточкой Сбербанка, которая не поддерживает стандартную e-commerce транзакцию и требуется 3D-secure верификация. Я угадал? Да, я виза-лекцион абсолютно верю. Ну вот эти, как я угадал. Поэтому, я не знаю, в этом случае, либо нужно обращаться в центр технической поддержки самого банка и просить, ну, соответственно, пройти верификацию, что вы являетесь действительно владельцем этой карты, и попросить разрешить проведение стандартных e-commerce транзакций в интернете без системы... Это очень кратко, потому что у нас уже буквально 10 секунд. Я закончил, я уже ответил. Ага, ну, Николай, насколько... Либо завести новую карточку в том же Сбербанке, например. Я понял, а второй вопрос... Николай, к сожалению, сейчас уже только после новостей. У нас новости на Финам.ФМ. Бизнес-класс, в эфире Финам.ФМ. Общаемся, обсуждаем сервисы онлайн-бронирования. В студии у нас два представителя как раз вот таких сервисов. Петр Кутис, основатель ICO12trip.com, бронирование авиабилетов, и Кирилл Махаринский, президент сервиса бронирования отелей островок.ру. Итак, Кирилл, мы остановились на том, что мы хотели от вас услышать ответ на... Уже забыл, какой вопрос. О чем мы обсуждали? Петр с вами... Ну, Николай звонил, хотел задать второй вопрос. Мы, к сожалению, не услышали. Да, Николай, если можете, перезвоните. А до этого вопрос? Хорошо, но, видимо, если забылся вопрос, значит, он был не столь интересный. Продолжаем дальше. Сервисы онлайн-бронирования. Итак, что же у нас здесь может... С чем же может столкнуться обычный человек, который, собственно, если с чем-то и столкнется, он может... Или столкнулся, он может позвонить нам по телефону 4, 9, 5, 6, 5, 10, 9, 9, и 6, и, как мы уже видели, Петр, в общем, вполне смог решить, по крайней мере, ответить на вопрос. А я вспомню, вы про конкуренцию спрашивали. Конкуренция, да. Теперь конкуренция... Если это до сих пор интересует. Да, интересует. Ведь кого-то, да. Конкуренция на рынке бронирования отелей. Да, то есть как... Там очень высокая конкуренция, и, на самом деле, мы даже когда запустили свой продукт, и увидели, что есть десятки игроков, большинство про которых никто не знает, потому что тут, если... Ну, раз у нас бизнес-класс, наверное, стоит сказать, что когда строишь продукт, нужно думать не только про продукт, а как его продвигать, и как его развивать. Обычно самое лучшее продвижение – это качество самого продукта и сервиса, но, тем не менее, нужно понимать, как миллиону людей, как в нашем случае каждый месяц будут приходить на этот сервис, на этот сайт. Да, но почему придут именно к вам, на самом деле. Поэтому конкуренция высокая, но мы сейчас лидерно с точки зрения локальных игроков. И почему у нас так получилось так быстро? Просто потому что мы видели, что высококачественных продуктов просто не было на рынке, и вот мы начали это строить. Значит, это было примерно год назад, и, ну, соответственно, сейчас продолжаем развиваться. И я думаю, что в ближайший год среди всех игроков, включая международных игроков, мы будем лидер среди, для всех русских. А вот в чем качество, на самом деле? Я пользовался hotels.com, самый такой, наверное, самый популярный сайт, который по миру, мне кажется, самый глобальный такой игрок. Нет, я не прав? Да, hotels – хороший игрок. У нас основное… Есть очень много мелких моментов, про которые… Да, сейчас ты говоришь, и локальными какими-то компаниями пользовался. Вот я бронировал по Таиланду, там какой-то сайт, который, значит, только по Таиланду, например, бронирует. Но они все примерно одинаковые. В чем качество? Да, примерно одинаковые. В основном две разницы. Первая – это все-таки цена, и мы работаем над тем, чтобы цена все-таки была самой низкой, и можно проверить, что большинство отелей выше 70% все-таки имеет цены, которые чуть ниже. И это важно для людей, для которых лишние 500 тысяч или иногда бывает больше 3000 рублей. Ну, это значимая цифра, и это актуально, можно за эти деньги купить лишний завтрак или два, или три. Это первое. А второе – это все-таки качество сервиса. И вот я помню, когда я приехал в Россию, пытался забронировать отель, когда я ездил в Европу, и у меня на самом деле была проблема в том, что отель меня не подтвердил, что-то я хотел дополнительный сервис в отеле, хотел, кажется, там лишнюю кровать или что-то такое. И я помню, что просто сервис, который я получил от того сервиса, через который я забронил, просто был отвратительным. Просто очень плохой сервис с точки зрения именно оператора, ну и самого сервиса, который мне предоставлял. И на международных игроках, на самом деле, на сайтах как у Тоском, там практически невозможно дозвониться, практически невозможно найти телефон, чтобы получить хороший сервис. И вот я сам пытался это делать, а это не получилось. То есть получается, что, например, если вам нужна какая-то экстра услуга, там, допустим, третья кровать в номер? У нас, условно говоря, бесплатный консьерж сервиса. Вот это то, что мы разрабатываем. Я, честно говоря, никогда не думал, что можно еще куда-то позвонить. Если это есть на сайте, я это там отмечаю. Если этого нет на сайте, я предполагаю, что вы никак это не сможете отрегулировать. То есть это не так. То есть мы, на самом деле, мы как смотрим на рынок? В том, что все-таки большинство отелей продается через оффлайн-травел агенты. Почему? Потому что люди привыкли, потому что им нужны определенные услуги, они спрашивают определенные вопросы. И с точки зрения качества мы стремимся предоставить вот этот бесплатный сервис, который будет намного лучше, чем любой оффлайн-травел агент. А в онлайне, там, по крайней мере, с международными игроками локальными, ну, этот сервис просто не присутствует. Ну, я третью составляющую назову. Это информация. То есть тот объем информации, кто у кого будет необходимый объем информации, требующийся клиенту, тот, собственно, и выиграет на этом рынке. Чем больше информации, там отзывы, какие-то еще дополнительные сервисы, детализации. По отзывам это немножко отдельная тема, потому что это больная тема и для нас в том числе. И для меня, как пользователя отельных и не только отельных сервисов, потому что, когда ты читаешь ревью от кого-то под категорией семейная пара или там молодая пара, и ты не знаешь, кто эти люди, может, они всю жизнь копили на поездку в Париж или на… ну, он занимается совсем другим, он не тот, не такой, как я. И он пишет вещи, очень положительные, допустим, об отеле. Приезжаешь, а там для меня, ну, ужас-ужас, да? Или наоборот, да. Субъективизм, можно так сказать. Поэтому ревью, это немножко ревью от пользователей, от клиентов, это немножко другое. Я говорю об информации… О контенте, об отеле или о том же перелете. Допустим, на «Отутрипе» вы можете посмотреть средний возраст того борта, который выполняет этот рейс, который вы хотите купить. Вы можете посмотреть статистику опозданий, задержек именно этого конкретного рейса, этой конкретной авиакомпании. И вы будете… и можно принимать решение. Можно брать, допустим, пересадочный перелет час-двадцать минут, там, будучи в Берлине. Но если статистика задержек говорит о том, что вероятность просто задержаться в точку пересадки… То есть дешево, но очень сердито будет. Да. Поэтому мы как бы пытаемся таким образом объяснить, почему такая ценовая разница на одни и те же направления от разных авиакомпаний, давая больше информации. Ну, еще если по следующему моменту, конечно, сравнивать с «Хотелском», там все намного проще для большинства наших пользователей в том, что если у них просто база отелей в России, в СНГ просто практически не существует. То есть пользователи, слушатели могут посмотреть на количество отелей на островке, в «Хотелском», там, в Сочи, в Киеве, Одессе, в Москве, Питере, ну, это просто несравнимо. У меня вот такой момент еще интересует. Вот смотрите, все сервисы бронирования предоставляют, как правило, ну, одни и те же отели, если мы говорим про отели. Практически одни и те же, да, согласитесь. На самом деле не совсем, но окей. Ну, примерно, примерно, да. Есть пересечения. Соответственно, вот вы сказали, что как предоставлять более лучший сервис? Снижать цены, да. Но, с другой стороны, отель, когда он решает в целом быть доступным через вот эти вот все сервисы, мне кажется, он дает им всем одинаковые условия. Или это не так? Просветите, пожалуйста. Не совсем так. Значит, во-первых, есть пересечения с точки зрения отелей, но, на самом деле, примерно в районе 50% отелей, с которыми мы ведем переговоры в России и СНГ, не подключены никому. То есть для вас это принципиальный момент? Для нас очень принципиально то, что мы хотим быть первой компанией, которая, ну, однозначно больше всех отелей, ну, не только больше всех отелей в городах, которые актуальны для россиян, но еще доступ к номерам и цен на эти номера. Значит, второе, насчет цен. На самом деле мы договоримся со многими отелями, чтобы они предоставили цены ниже за определенную рекламу, которую мы им предоставляем и в форме через наш блог, либо мы им даем больше рекламы на нашем сайте. На самом деле еще приезжаем в отель, фотографируем номера в отеле. Это довольно дорого, и больше никто на рынке это не делает. И, соответственно, у нас цены, получается, примерно на 30 отелей в каждом городе, примерно на 10-20-30 процентов. Вы по России ездите, да, в основном? Потому что я вот смотрел отели в Камбодже, например, у вас есть возможность заказать отель даже где-то очень далеко. До Камбоджи мы еще не доехали, да. Я так понимаю, что это будет совсем дорого, да? До Камбоджи еще лично мы не доехали, да. Так, телефон прямого эфира 495, это код города 6510996, и вы можете задать вопрос или оставить некий отзыв, который мы примем либо через сайт Finam.fm, либо через, собственно, тот телефон, который я вам только что продиктовал, 6510996. Наверняка же пользовались бронированием авиабилетов или бронированием отелей, и что-то там с этим как-то получилось, или не получилось, на самом деле. Я вот могу свой опыт рассказать. Я поехал как-то забронировал, поехал в Таиланд и забронировал отель через, по-моему, через какой-то очень популярный сервис. Не буду говорить, что это hotels.com, но, в общем, посмотрел там отзывы, отзывы были очень симпатичные, картинки были очень симпатичные. Приехал, а там, собственно, все совсем по-другому. Вот, то есть, конечно, я здравый человек, я понимаю, что система бронирования за это никакой ответственности не несет. Ну, картинки, какие отель предоставил. Но, тем не менее, неприятно. Да, тем не менее, неприятно. Вот, есть ли какие-то рекламации, претензии вы принимаете? Как вообще-то это происходит? Интересно. И давайте чуть-чуть, вот сейчас попробуем сначала пустить в эфир дозвонившегося. Алексей хочет задать вопрос. Алексей, здравствуйте, ваш вопрос. Георгий, привет. Кирилл и Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Собственно, есть два вопроса и просто пожелание. Я, как Георгий, наверное, в некотором народе искушенный путешественник. И иногда пользуюсь сайтами Вангстрика и Островок для того, чтобы найти то, что мне нужно, и заказать в другом месте. Поэтому я, наверное, скажу, чего мне не хватает. Хотя много из этого было уже сегодня названо. А почему, не скажете, почему в другом месте заказываете? Тоже интересно очень. Возможно, привык. И это касается, если отели, это касается той большой сети, которую мы не называем, заказы отелей. Но это не хотел, это другая. Да мы можем назвать не вопрос. Да, но это Booking.com, это не секрет. И, собственно, чего не хватает на Booking.com, почему я готов смотреть на другие предложения. Это, как вы сегодня уже обсудили, это реальные фотографии гостиницы, а не те, которые представляют собственный отель. И, конечно, отзывы посетителей. Да, об их релевантности можно говорить долго. Действительно, семейные пары или зрелые пары оставляют совершенно разные отзывы из разных стран, в том числе. Я не знаю, как вы верифицируете этот контент и как оставляете действительно правильные отзывы. Но это те моменты, на которые я обращаю внимание в первую очередь, а потом уже на сцену. Ну, можно сказать, во-первых, если контент в определенном городе нравится на Booking, конечно, можно посмотреть там и забронировать у нас. Я считаю, что у нас сервис получше. И, на самом деле, для нас, потому что мы сейчас совсем недавно запустились, и поэтому бренд только развивается, и мы работаем над этим доверием. Но мы видим, что пользователи, которые уже хоть один раз у нас забронировали, после этого они, большинство из них просто остаются у нас. Просто потому что у нас такой хороший сервис, и их устраивает. И как только они переходят этот порог, возможно, недоверия к новому бренду, это все становится проще. Поэтому попробуйте. Да, а еще можно по поводу попробуйте на One2Tripe. Вы можете купить билет на One2Tripe и отказаться от покупки в течение суток без каких-либо штрафов. Поэтому можете не рисковать деньгами и попробовать весь сервис от начала до конца. У нас хоть до чекины. Есть еще один дозвонившийся. Артем хочет выразить свое мнение. Артем, добрый вечер. Только очень кратко, потому что у нас буквально минута осталась до новостей. Да, я просто столкнулся по поводу ревью гостиниц. Один из агрегаторов бронирования российский объединился с известным TripAdvisor, чудесной сетью, на которой оставляют много отзывов. И я ориентируюсь в своих поездках на TripAdvisor на отзывы достаточно подробные и реальные, как мне кажется. Соответственно, выбираю отель, потом смотрю сайты нескольких агрегаторов, там, островок и прочее, прочее, и выбираю наиболее понравившееся мне по цене предложение. Вот я так делаю. Спасибо за мнение. Это актуально. То есть это правильная стратегия, да, господа? Ну, обычно я так и сам и делаю. Вот что. Я перестал смотреть на ревью, потому что в последнее время два раза попадал на совсем неприятную ситуацию. Именно читая ревью. На самом деле... Сделал выбор, читая ревью, приехала, а все оказалось иначе. На самом деле это довольно типичный сценарий, если я не ошибаюсь, средний пользователь, который бронирует отель, на самом деле, проходит через несколько сервисов, в среднем 5 или 6 сервисов, чтобы получить определенную информацию в разных местах. Поэтому, ну, это нормально, но вот мы нацелены как раз на сервис, и все-таки, когда сравнить цены, у нас ниже. Вопрос на том, да, на каком сервисе пользователи останавливаются, и об этом, и не только об этом продолжим после новостей. Оставайтесь с нами на Финам.ФМ. Продолжаем общаться довольно откровенно с представителями сервисов онлайн-бронирования отелей и авиабилетов. Принимаем звонки по телефону 495-6510-996, либо комментарии на сайт Финам.ФМ. У вас есть буквально еще 13 минут, чтобы задать откровенный вопрос, либо выразить свое мнение. У нас в студии Петр Кутис, представитель one-two-trip.com, бронирование авиабилетов, для тех, кто не знает, и Кирилл Махаринский, президент сервиса бронирования отелей, островок.ру. Так что, если вы пользуетесь этими сервисами, ну, или просто имеете свое мнение по этому поводу, то выражайте его открыто и честно по тем телефонам, которые я назвал. Итак, Кирилл, мы закончили с вами до того, как нам стали звонить радиослушатели на том, что есть некий вариант оставить отзыв. Я, на самом деле, как раз после того, как я в этот отель въехал и понял, что он совсем не такой, как про него пишут, я оставил, зашел на сайт, это, по-моему, как раз был TripAdvisor, если я не ошибаюсь. Зашел на этот сайт и оставил там отзыв. Отзыв негативный. Я был просто на эмоциях, написал. И мне сказали... Обычно так пишут негативные отзывы. Да, я думаю, что чаще пишут негативные, а когда все хорошо, не пишут хорошие отзывы. Обычно отзывы, либо очень хорошие, либо очень позитивные, либо наоборот. Так вот, я написал отзыв, и мне сказали, хорошо, ваш отзыв принят, он на проверке, как проверим, опубликуем. Есть у меня некое подозрение, что он не будет опубликован. Я проверну, я тоже самое, значит, у меня была проблема, когда я путешествовал... Извини, это было на TripAdvisor? TripAdvisor, да. Я написал жесткое ревью, причем, реально, там, в четырехзвездочном отеле существа бегали по, значит, по номеру. Неприятные существа. И это было около Центропарка, это серьезный отель, с серьезным названием. Я написал жесткую рецензию. Она четыре месяца рассматривалась на TripAdvisor. Значит, по сравнению с Booking.com она на следующий день вышла, а на TripAdvisor через четыре месяца. И то она ушла сразу на третью, на четвертую, на десятую страницу, до которой вряд ли кто из новых покупателей или тех, кто читает, будет вообще доходить. То есть, там логика есть небольшая. Это интересно. Но TripAdvisor борется с этим сильно, потому что у них был довольно негативный пиар по поводу того, что 40% их отзыва это сделано роботами, поэтому они, наверное, как раз после этого, может быть, не рационально... Слушай, но робот не будет снимать видео и фотографии вместе с карточкой отеля напротив того, что я там обнаружил. Поэтому я это взял нерациональное и, скорее всего, неправильное решение было. Скорее всего, как раз полгода. Мне вообще кажется, что история с сервисами, которые собирают ревью и показывают, что-то должно произойти в ближайшее время, в ближайший год, полтора, может, мы это тоже поменяем. Потому что мне кажется, что вот то, как преподносит ревью и ту оценку, и, скажем так, когда мы говорим, кто я такой, недостаточно. Недостаточно просто сказать, что я семейная пара, недостаточно сказать, что я путешествую в одиночку. Этого недостаточно. То есть нужна какая-то более сложная система, которая... Да, но при этом не нужно напрямую спрашивать, сколько ты зарабатываешь и играешь ли ты в гольф. Можно задать серию абстрактных вопросов, построить психологический портрет, грубо говоря, и при этом каждый любой другой пользователь этого ресурса должен говорить, а покажи мне ревью тех людей, которые очень близки к моему мироощущению, ну вот и тем, чем я занимаюсь. Мне кажется, еще вот такой момент есть. Вот это было бы идеально. Это нравится человеку, которому понравилось то-то, то-то и то-то. Вот может быть, такой вариант тоже. Если просто не совсем. Когда читаешь отзывы на том же TripAdvisor, обычно сразу видно, если вот негативные отзывы, это от людей, которые похожи на тебя. То есть, если кто-то говорит, вот, тут слишком громко было и слишком много молодых людей, это, скорее всего, не молодая пара. Да, или там, да. И, ну, ты видишь, окей, это актуально мне или нет. Поэтому, наверное, поможет, если будет опять какая-то там фильтрация, которая скажет, окей, вот эти пользователи похожи на меня, а вот эти, вот эти нет. Наверное, об этом речь идет. Ну что ж, возвращаемся к финансовым, а то мы так немножко ушли от темы, так, в общем, поговорили. Итак, значит... Мы ли мы о продукте говорили. Ну, естественно, конечно же. Значит, получается так, что отели, собственно, дают некую скидку. Вот если говорить об бронировании отеля, которые, собственно, вы и используете как... То есть, это, по сути, ваша прибыль. То есть, вы договариваетесь, что отель дает определенную скидку, вы продаете по стоимости, там, без учета этой скидки. Ну, я очень упрощенно. Да. Разницу кладете в карман. Сколько это? 15%? Комиссия у нас в районе 15%. Комиссия будет 5% в... 4%. 4% в среднем, потому что разные авиакомпании, разную комиссию дают, и кто-то больше, кто-то меньше. В среднем получается 4%. Получается, что у отелей как-то больше. То есть, более интересно это, получается, более ли это интересный бизнес? Это просто очень разные бизнесы. На самом деле, очень много людей думает про тревел и думает, что сделать авиабилеты – это так же легко или так же трудно, как сделать отели, и это похожий сервис. Если делаешь одно, значит, сразу нужно бросаться и делать другое. На самом деле, для меня авиабилеты и отели – это так же, как и отели, и продавать туфли в онлайн. То есть, просто очень разные продукты. И понятно, что рост рынка отличается, и комиссия отличается, и структура продукта, и контента. Но логика же есть в этом, раз человек идет на сайт, чтобы куда-то улететь, например, или забронировать отель, он как-то должен до него добраться. То есть, здесь же он, в общем-то, имеет возможность… Есть большее пересечение с точки зрения пользователя. То есть, мысли нету, да, как-то вот объединить усилия. Мысли всегда есть. Я думаю, что мы все об этом думаем. Понятно. Ну, вот видите, может быть, сейчас как раз вы уже знакомы, я знаю, до эфира, но, тем не менее, после тесного общения, может быть, как раз мы увидим какой-нибудь сервис one-to-oстровок.ru. One-to-oстровок.ru, да. У меня вопрос к вам, Петр. Вот у нас сейчас пока были новости. Зашел вопрос о том, как привлекать клиента в оффлайне. И я действительно… Мы как раз вы говорили по поводу вашего предложения довольно интересного. Талон, посадочный талон меняется на скидку тысячи рублей. Я сам, на самом деле, зашел на сайт, посмотрел на это предложение, подумал, что, собственно, как это вообще все работает, и, честно говоря, я не понял. Расскажите вкратце, как это работает. Ну, тут все просто, на самом деле, даже с учетом того, что… Ну, как это работает? Вы прилетаете… Сейчас мы сделали акцию в Шереметьево и в Домодедово. Вы прилетаете, неважно откуда, неважно где вы купили и приобрели билет. Стоят представители компании One-to-Trip. Вы можете отдать свой посадочный талон взамен получить промо-код со скидкой в тысячу рублей. То есть вы готовы чуть-чуть не дозаработать, но, тем не менее, получить лояльного… Все финансово, все очень рассчитано. Если я буду рассказывать lifetime value наши, как мы зарабатываем, то есть все мы… Даже на этой акции, вне зависимости от того, сколько мы наберем этих посадочных талонов, мы все равно как минимум отработаем в ноль, как максимум. Мы привлечем клиентов тех на наш ресурс, которые даже о нас не знали. То есть это уникальная акция, нигде такого никогда не было. И мы очень долго думали, как захватить тех самых… Как донести о нашем существовании тем самым клиентам, которые летают, но о нас до сих пор не знают. А что вы с талонами делаете? А из талонов мы соберем, мы склеим, наверное, макет какого-нибудь самолета, наверное, Boeing или Airbus, мы собираемся собрать примерно 30-40 тысяч посадочных талонов, и это мы подадим заявочку в Книгу рекордов Гиннеса. Я думаю, будет интересный такой арт-объект. Такой пиар. Ну, это больше арт-объект интересный. Я думаю, может какая-то информация в талонах. Не-не, для чего нам нужен посадочный талон? Просто промокоды, они все индивидуальные, им идет привязка по фамилии к конкретному промокоду. Иначе получится так, что люди могут собрать свои посадочные талоны или у друзей, которые полетали там, допустим, в прошлый год, или бегать до того, как они выйдут из зала, где забирают багаж, и отдавать это, и заниматься спекуляцией. Мы против спекуляции. Петр, спасибо, мы поняли. Теперь вопрос очень простой, касательно бизнеса. Вот ниша, я понимаю, что это понятно, что, может быть, не публичная информация, но есть какие-то незанятые ниши еще. Что вы посоветуете людям, которые, может быть, захотят войти в этот бизнес такой замечательный, как мы уже выяснили, который еще растет быстро? Я прошу прощения, на секундочку. Когда мы говорим, что мы даем 1000 рублей скидку, это не значит, что мы до этого накинули 1000 рублей. Это очень важно. Хорошо. Это очень важно. Окей, пометим. Мы не как в магазинах работаем. Да, все, извините. Итак, ниши. Ниши, я уже потерял. Что с нишей? Ну, какие, может быть, еще незанятые ниши есть для людей, которые нас слушают, которые думают, какой бы бизнес открыть? Круизы. Круизы – это будущее. Сколько россиян вообще? Морские круизы. Морские круизы, да. Это совершенно уникальная услуга. Недавно сам воспользовался. Очень хорошее впечатление. За 11 дней я посетил 7 стран. И этого не достаточно для того, чтобы отдохнуть, но это достаточно для того, чтобы оценить, в какую страну ты хотел бы вернуться в следующий раз, чтобы провести там, не знаю, недельный отпуск, двухнедельный отпуск. То есть, это такой быстрый вояж для оценки, что тебе по душе, что не по душе. Как на автобусе, только не на автобусе, а на корабле. А только на корабле и пятизвездочный отель. Но это стоит намного дешевле, чем пятизвездочный отель. Морская болезнь. Это огромные корабли, по 16-18 палуб, и их абсолютно не качают. Ну, один день мы попали в небольшую качку, но тут спасает алкоголь немножко. А ты откуда? Это из Майами по Карибе. Из Майами, да. Но есть средизмонорие отличные, и на фьорда есть отличные круизы. Россияне активно уже? Очень много было россиян, их было заметно на следующий же день. Но они были в определенном состоянии. Ну и, скорее всего, были в Майами. Так, бизнес в бронировании, да, правильно? Я понимаю, бронирование билетов на круизы. Кирилл, может быть, у вас есть какие-то идеи? На самом деле, есть один игрок в Америке, который делал, называется CruiseWise.com, но они, это, скорее всего, дойдет до России, наверное, через 3-4 года, скорее всего. Ну, либо опять мы здесь. То есть вы присоединяйтесь, что круизы вот куда надо смотреть. Я на показатели этой компании еще не смотрел, честно говоря, но это, я думаю, что сегмент интересный. Мы уже обсудили вот нишу отзывов. Я считаю, что те отзывы, которые на больших игроках, как TripAdvisor, можно сильно улучшить, и те игроки, которые это делают на русском рынке, желают лучше. На самом деле, я про многих не знаю. Поэтому, ну тут, я думаю, что интересно посмотреть про отзывы не только об отеле или о сервисе, это о товарах в общем. То есть я считаю, что на русском рынке сейчас, в общем, если вы, опять, я в основном работаю в офисе, хочу строить наш продукт, но и немного думаю об этом. Но сейчас я думаю, что на русском рынке не хватает хороших сайтов, сервисов, которые объединяют высококачественные отзывы по товарам, по продуктам, чтобы повышать доверие. Такие сайты, по крайней мере, я видел такие сайты сделать, но не знаю, насколько они успешны. Действительно, такого какого-то большого сайта, где действительно было бы... Ну и также ресторанов и достопримечательностей в офлайне. Тогда у нас, на самом деле, буквально минута осталась. Очень кратко, как изменилась ваша жизнь после того, как вы построили, ну и начали строить этот бизнес, или, может быть, какой-нибудь интересный случай из вашей практики, может быть, с клиентом, может быть, с сотрудником, может быть, просто, если что-то такое есть... Спин меньше, это уж точно. То есть работа нон-стоп, правильно? Да, да, и порой даже мы не ограничиваемся световым днем. То есть... Но вам это нравится? Ну, конечно, если ты видишь, как... Это наша жизнь, я считаю. Ежеминутно, ежечасно, ежедневно видишь, как дышит твой бизнес, и куда ты двигаешься, это все время тебя подстегивает делать больше, лучше, интереснее. Создавать что-то новое всегда интересно. И самое приятное, это не только ты, но и со своей командой построил что-то новое, и люди это воспринимают, неважно сколько, но все-таки у нас уже достаточно большой объем клиентов. Продаваться в ближайшем будущем не думаете? Очень кратко, да, нет, Кирилл? Ну, я думаю, что продаваться только имеет смысла, когда не видишь сильно перспективы для своей компании, поэтому для нас точно нет. Ясно. И это был бизнес-классный Финам.ФМ и Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. До свидания всем. Спасибо. Спасибо.